Добрый вечер, Екатерина. Тема у нас сегодня пациент с механическо-динамической непроходимостью кишечника, лабораторное исследование при данном состоянии и метод визуальной диагностики и дифференциальной диагностики. Попробуем с вами разобраться в этой теме. Если связь пропадает, то пишите. Значит, непроходимость кишечника. Это у нас замедленное продвижение пищевых масс либо полное отсутствие кишечника, которое вызвано функциональным либо органическим повреждением. Чаще встречается у домашних животных, собак, кошек, также у сельскохозяйственных. Различает механическую, динамическую, гемостатическую и тромбоэмболическую непроходимость. К механической непроходимости у нас относится закрытие просвета кишечника с содержимым, а также народными предметами. Это может происходить в результате вагинации, савортов, ущемлений, выпадений либо грыж. Закупорку тонкую кишечника называют хемостазом, а тостово к апростазом. Причиной бывают это кормление, допустим, животных какими-то группами малопитательными карманами. Также могут развивать закупорку, это образующие в кишечнике камни или конгроменты. Также какие-то мягкие твердые предметы, которые проглатываются с кормом при извращении аппетита. Бывает как у домашних животных, так и у сельскохозяйственных. Бывает она у нас динамической и механической. В большинстве динамическая проявляется как вторичная непроходимость со снижением или по полным отсутствием перистальтики кишечника. Когда кишечник теряет тонус и отсутствует поступательное движение, и пищевая команда перестает двигаться. Практическая непроходимость возникает из-за тяжелых каких-то травм живота или органов пюшной полости, при перитоните, может быть, ну и при каких-то воспалительных заболеваниях органов, например, холицитите либо конкреатите. Механическую непроходимость разделяют на стронгуляционную. Это когда стенки кишечника сдавливаются извне, выделяют доброкачественные, злокачественные опухоли, например, на стенки кишечника, либо на органах, которые соседствуют с кишечником. Также это могут вызываться кистами брюшной полости, сдавливанием, например, кишечника грыжевыми воротами при защемлении попочек, либо паховой грыжи, также спайки между петлями кишечника, инвагинация, либо перекрутки кишечника. И абтурционную, значит, при этом состоянии, значит, инородный пример находится в просвете кишечника и перекрывает ее, и тем самым нарушается продвижение пищевого комка от максимальной бодистальной части кишечника. Разделяют ее на частичную, полную. При частичной непроходимости какая-то часть, встречаем, наверное, да, какая-то часть пищевых масс, либо жидкое содержимое кишечника может проходить, да, частично. При полном перекрытии просвета кишечника все содержимое остается, значит, в приводящем отделе кишечника. Ну, чаще всего мы сталкиваемся именно с полной непроходимостью. Значит, полная абтурционная, да, непроходимость, например, бывает не только у кошек и собак, бывает также у мелких животных, сейчас очень модно хорьков производить, да, кошки, ну, хорьков и кошек возьмем, да, это когда они издят какие-то преды, мелкие игрушки из латекса, там, веревочки, жгутики прокладывают. Было какое-то время, да, когда там к пятерочке или магните прилипал, ведь продавались и они их тоже закладывали. Собаки прокладывают игрушки, также резиновые косточки, допустим, от вишни, также могут трубчатые кости, да, либо плодные хрящи какие-то называть. А в Новый год это дождик. Значит, если проглатывают шнурки, дождики, там всякие, да, то осложняется еще это тем, что может травмироваться стенки кишечника, то есть режет слизистую кишечника. И также бывает, что когда проглатывается нитка, мы можем ее обнаружить под языком, да, у кошки. Вот, а остальной конец он уже в кишечнике, там, средний третий где-то. И поэтому во время, допустим, перистальтики нормальной, естественной, кишка может собираться в виде гармошки. В патогенезе, значит, выделяют гуморальные нарушения, индотоксикоз, нарушения моторной, секреторно-резерктивной функции кишечника. Четокоморальные нарушения, они связаны с потерей большого количества жидкости, а также белков, электролитов, за счет того, что происходит рвота. Также это может быть скопление жидкости в отечнике, кишечной стенке. Эндотоксикоз, это содержимое, проводящее дело кишечника, начинает быстро разлагаться и подвергаться гниению. Происходит быстрое разложение микрофлоры в кишечнике. Может произойти некроз кишки, перфорация, либо глино-перитонит. Нарушение моторной, секреторно-резерктивной функции кишечника. Это происходит на ранней стадии непроходимости, перистальтика усиливается и кишечник при помощи сокращений преодолевает когда появившиеся препятствия. И выраженный болевой синдром возникает при абтуррационной и стронгуляционной кишечной непроходимости за счет задавления нервных стволов при жейке. Диагностика. Ну, как и при всех заболеваниях, да. Первая часть, необходимо собрать тщательный анамнез и провести общий осмотр животного. И, в принципе, бывает такое, что сразу ставится диагноз непроходимость. При глубокой пальпации брюшной полости можно нащупать какой-то предмет инородный либо инвестиционный, особенно у мелких животных, у кошек. Допустим, анализы крови, они можно взять, но они чаще бывают не информативные. Если это долгий процесс у животного, то тогда здесь может повышаться соя. ЛДК, Кливкаев, щелочная фосфатаза. Также проводят она УЗИ, рентген, гастроскопия, диагностическую портальнию. Значит, при проведении утро-звуковой диагностики мы можем увидеть утолщение стенки кишечника. Также мы можем видеть возвратно-поступательное движение химусов к кишке. Эффект маятника, он будет туда-сюда двигаться. Значит, расширение просвета кишки анехогенным содержимым. Также воспалительный выпад бюшной полость. В случае, если у нас динамическая непроходимость, то тогда возвратно-поступательное движение не будет. При инвагинации, либо если это новообразование какие-то, либо перестанье, то мы можем это все увидеть на ультразвуке. Рентген. Значит, на рентгене можем увидеть контрастирующие какие-то предметы, которые будут хорошо различаться. Это иглы, какие-то резиновые изделия, пуговицы, что дает нам контраст в кости, гвозди, болты и так далее. То, что не видно на снимке, не контрастное, это поролон, пенопласт, нитки, тряпки. Значит, чаще всего мы пользуемся бареем для этого. Бареем убавим, ну, мы разводим с водой, да, либо кто-то там с кефиром. Значит, после того, как мы выпаяли бареем, мы проводим серию снимков для того, чтобы проконтролировать движение жидкости по кишечнику. Значит, вообще рекомендовано проводить контрольные снимки. Например, понятно, что мы сделали первый снимок без барея, да, посмотрели через 40 минут после дачи, 2 часа, 8 часов и 14-18 часов после того, как мы выпурили контраст. У кальков, нужно помнить, что уровень метаболизма и обменовеществ, он выше, чем у других домашних животных. И кальков, пищевые массы, они продвигаются быстрее. Поэтому здесь можно, допустим, рентген делать через 4-5 часов после начала процедуры. Если контрастное вещество, мы видим, что оно остается в желудке, либо остается в начальных отделах кишечника, то это уже может быть поводом для того, чтобы, как бы, для оперативного вмешательства, чтобы найти место именно закупорки, да, непроходимости. Понятно, что некоторые предметы мы не можем видеть на рентгеновском снимке, вот. Ну, рентгеноконтрастные – это вот как раз крепкие камни, стекла, иглы, пластик, резиновые нитки – это рентгеноконтрастные. Интересно, помедленно иногда гладают ложки, кольца. Какого-то ее дальше предложения сделаем. Гастроскопия. По-другому это называется эзофагогастро-дуоденоскопия. Значит, это относится к разновидности эндоскопического исследования пищевода, также желудка, 12-перстной кишки при помощи гастроскопа, который вводится через ртовый пус у нас пищевод. Значит, она считается безопасной и очень высокой информативной процедуры. Значит, проводят ее у собак, у кошек, для того, чтобы диагностировать детально, да, то есть изучить слизистую оболочку пищевода, желудка, 12-перстной кишки. Проводится только визуальная диагностика. Ну, так же. Значит. Также есть лечебная гастроскопия, которая подразумевает под собой излечение народных тел, например, без разрезов пищевода, желудка или кишки. Здесь необходима кратковременная седация животного и необходима удовлетворительная подготовка. Животное необходимость чаще всего не ест, поэтому, в принципе... Значит, гастроскопия проводится специальным прибором. Это гибкая трубка с маленькой камерой. И она позволяет оценить у нас пищеварительный тракт кошки, либо собаки, там, или другого животного. Вводится трубка через рот, пищевод в желудок и 12-перстную кишку. Значит, по необходимости можно взять кусочек ткани для гистологического анализа. Значит, в случае, если необходимо провести биопсию, то тогда самооборудование гастроскопа оснащается специальным щипцами для того, чтобы можно взять кусочек ткани, сейчас слизистый. Такая процедура проводится с животным в случае, если животное, допустим, отказалось от еды, да, вообще не ест, снижение массы тела, наблюдается работа по носу. Если болезнь из живота, то непонятно, да, какое у тебя выберет. Значит, основные показания для проведения процедуры – это подозрение на патологию желудка, пищевод, 12-перстной кишки, также опухоли. И можно провести в качестве мониторинга во время лечения. То есть для того, чтобы оценить динамику лечения какой-либо патологии. Так, значит, подготовка. Чаще всего она проводится без наркоза, да, значит, не проводится без наркоза. То есть мы должны сделать ситацию, поэтому желудок, пищевод, чаще всего, должны быть очищены. Но если это животное ело, если нет, то, естественно, понятно. Здесь они кормят 12 часов для проведения исследования. Если необходимо будет также провести эндоскопию толстого кишечника, то необходимо голодание уже больше, до 18 часов. Также делают в день процедуры клизму, несколько там, чтобы очистить кишечник отковых масс. Так, проводится, значит, процедура. Животному дается наркоз для того, чтобы животное не двигало, не привляло никакой агрессии, стресса не было, чтобы не травмировать нам органы пищеварения. Значит, гастроскоп в виде, ну, естественно, в виде мягкой трубки необходимо выбрать того диаметра с камерой для того, чтобы, ну, для животного. Медленно продвигается он и передает изображение на монитор компьютера в режиме реального времени. И с многократным увеличением. Рассматриваем картинку, оцениваем состояние слизистой. Если есть, допустим, какие-то нам подозрительные участки, которые нам не нравятся, то можно отобрать биопрепарат, кусочек ткани для анализа. Если имеются, допустим, новообразования небольшие, то их могут удалить инородные предметы, которые могут быть, их вынимают. Значит, длительность процедуры зависит от сложности, да, и от ситуации. Значит, после этой процедуры животное какое-то время еще находится в клинике, пока оно будет выходить из наркоза. Результаты выдаются сразу владельцу, говорят, так как это все проводится в реальном времени. Если мы брали биопрепарат для гистологии, то, соответственно, необходимо дождаться результата. Чтобы поставить точный диагноз, в любом случае, назначают дополнительные исследования. Значит, гастроскопия, она относится к безопасным методам диагностики, да, патологии. И основная ценность этого метода, это при именно хронических какие-то заболеваниях, онкологических заболеваниях, образованиях. Также большой процент того, что, например, небольшие народные предметы тела можно вытащить и удалить небольшие опухоли, не разрезая брюшную стенку животного. Диагностическая лопатомия. Значит, сама операция проводится с диагностической целью, чтобы, ну, когда мы не знаем, да, или подозреваем, что у нас есть необходимость. Ну, для того, чтобы более точно делиться с диагнозом. Значит, понятно, что, когда проводится эта операция, мы вскрываем брюшную полость, установим диагноз по белой линии, чтобы осмотреть все органы и поставить окончательный диагноз. Проводится эта операция обязательно под общим наркозом. Есть еще диагностическая лапароскопия. Это все разные вещи лапаротомии и лапароскопии. Лапароскопия – это уже более современный метод. Он проводится через небольшие отверстия, они от 0,5 до 1,5 см. Не требуется больших разрезов. Значит, в лапароскопии диагностической это пользуются инструментами лапароскоп, телескопическая трубка, которая содержит несколько линзы и видеокамеры. Современные лапароскопы, они оснащены цифровыми всякими матрицами и обеспечивают изображение хорошей очень четкости на экране. Также к трубке присоединяют, допустим, кабель, который оснащен источником света. При выполнении этой процедуры брюшная полость чаще всего заполняется углекислым газом для создания пространства оперативного. И живот надувается как воздушный шарик. Плюсы лапароскопии. Значит, плюсы лапароскопии это меньше боли, да, и меньше травм органов и тканей. Также на мониторе возможность хорошего увеличения исследуемых объектов, быстрое восстановление животного после такой операции. Небольшие сосновые разрезики, которые заживают очень быстро, и меньше инфицирования раны. Минусы также есть. Это в основном проводят животных не совсем маленьким, да, средним собакам, крупным, для того, чтобы дорожить инородное тело. Вот. И для, если это крупное инородное тело, то все равно все равно будет открытый способ операции. Значит, проводят дифференциальную диагностику льду, в случае при кишечной проходимости именно с заболеваниями, которые характеризуются похожими клиническими проявлениями. Например, меры заболевания, которые ну, протекаются явлениями динамической кишечной проходимостью и схожи по клиническим признакам с острой кишечной проходимостью. Например, также вызывают острый живот, да, это какие-то септические воспаления, значит, тромбоз, инфаркт, опухоли, перфорации, там, язвы желудка, перитонит септический, значит, расширение заорудования желудка, ну, там, в принципе, его видно, да, значит, перекрут брыжейки в редких случаях, ишемия, тромбоэмболия органов брюшной полости, а также в панкреатитах может тоже быть острый живот, при кровотечениях, например, если там образовали брызную полость или вот такие травмы, то это тоже может быть. Например, если дифференцирует, да, острый панкреатит, он будет сопровождаться от тошнотой, дание культимой рвоты, длительной живота, постоянная будет ноющая боль, и ну, по крови можно, да, как-то определить, и по картине, если назначается, допустим, на среднем УЗИ, то, в принципе, на УЗИ мы видим характерную картину для панкреатита. Значит, при холецистите также встречается постоянная рвота, да, значит, тоже нам может здесь помочь УЗИ увидеть и достоверно диагностировать это заболевание. При язвах, значит, при язвах боль будет постоянная, значит, будет постоянно напряжена передняя брюшная стенка, возможно наличие свободного газа в брюшных полостях, вот, значит, сложность может возникнуть, если мы дифференцируем кишечную приходимость, там, допустим, с разлетым перитонитом, это из-за того, что перитонит также может быть при динамической кишечной приходимости. при перитоните будет также может исчезнуть рвота, тошнета, воздуши живота, боль, текаяно еще, и газы, возможно, в развествовом перитоните. Поэтому здесь необходимо обязательно тщательно сбор анамнеза и правильно выставлены диагностические мероприятия последующие. То есть, это рентген, там, допустим, сборим УЗИ и остальные там по возможности мероприятия, которые мы можем там диагностического протомить в нашем случае, потому что лоброскоп у нас, по-моему, в одной клинике есть. Если что-то непонятно, давайте попробуем сборку. Погноз-то.